шалом все мелочи жизни эта фраза обычно отдаляет вещи которые не так важны все это остальное мелочь главное вот вещи которые приносят успех приносят прибыль нас каким-то образом поднимает в глазах других продвигает в этой жизни если вы посмотрите внимательно именно мелочи жизни они так влияют на громадные вещи нашей жизни ты можешь сделать прекрасный корпоративный вечер можно сделать свадьбу детям ты можешь делать день рождения едой просто не могут наполниться столы ломятся от явств но главное на таком вечере какая-то мелочь какая-то музыка может быть душевная мелодия может быть скрипач который идет между столов в соотношении ко всему потраченному вот этот скрипач или два человека с саксофоном и контрабасом это мелочи жизни это не из затраты но они иногда могут сделать и создать то что люди никогда не забудут у у хасидов принято когда кто-то приглашает на торжественное событие подойти к каждому столику и сделать с этим человеком дыхаем улыбнуться ему и проявить какое-то внимание к этому человеку элизабет данцегер проводила лекцию с работниками фирмы липтон фирма которая производит чай вот вдруг в определенное время без пятнадцати одиннадцать это было это было это был еще полдень все устремились на дверь то есть все взгляды людей от нее перемкнулись туда она поинтересовалась что такое они говорят в это время проходит по коридору маленький такой перевозной столик на котором есть чай и она решила всех освободить на этот момент и созерцала такую сцену как из всех офисов находили люди и им наливали вот такой вот проходящий столик с женщиной такой миловидной которая всем разливала по стаканчику этого чая и это создавало необыкновенную атмосферу атмосферу когда можно было вот эти вот 10-15 минут пообщаться сказать шалом один другому сказать good morning в этот момент мы слышим вот такой рассказ мы задумываемся а ведь действительно этот человек который там работает может быть ему предложат место в другой фирме но ему вот такой вот маленький ритуал настолько дорог настолько много тепла он вносит в его жизнь что какие-то пару десятков долларов не повлияют на его решения это мелочи жизни но очень часто это основа жизни сейчас между нами очень много виртуального общения особенно перед праздниками мы посылаем один другому кучу поздравительных открыток но в электронном виде давайте вспомним старые добрые времена когда человек должен был пойти на почту взять такую вот почтовую марку или открытку подписать ее заклеить заплатить и послать ее по почте или передать кому-то сейчас ты получаешь массу открыто которых один пересылает другому причем человек не стесняясь посылает тебе то что послали ему впечатление которое создается что тебе или ему абсолютно все равно вот так вот автоматически разослал тебе даже не хочется иногда открывать это сообщение ты уже знаешь она придет и человек его посылает ты даже иногда делаешь вы знаете как пометить как прочитано я буквально вот вот современные вещи которые очень меня лично волнуют есть парень который благословляет нашу семью всегда перед шаббатом знать он говорит практически одно и то же его благословение но он записывает это голосовым она длится пару секунд я всегда его слушаю мне всегда хочется ему вот так же благословить я всегда останавливаюсь не 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 полинясь я это делаю почему потому что тот который пересылает вот это пересланое сообщение для него это мелочи жизни но для нас это важный момент поэтому на мелочах держится очень часто важнейшие вещи не случайно помните как говорили старые исследователи улики всегда надо искать в мелочах особенно в мусорном ведре так вот очень часто главные вещи нашей жизни мы бросаем в мусорные ведра дамы и господа уже много лет тому назад в нравоучениях отцов перке вот было написано не пренебрегай маленькой заповедью маленьким добрым делом потому что ты не знаешь его ценность шалом шалом шалом